МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как я сегодня выгляжу? Замечательно. А мы уже пишем, да? Да, пишем. Не внешность важна в человеке, а его характер, способности и знания. Все мы мечтаем, чтобы к нам относились не просто как к картинке. Надеемся, чтобы ценили внутреннее содержание и человеческие достоинства. Помните поговорку? По одежке встречают, по уму провожают. Принцип оценки человека по одежке издавна отражен в культурной традиции многих народов. По богатству и по крою одежды точно определялся статус человека и его социальное положение. Да что там лукавить, современное общество обращает внимание на внешнюю форму, а порой отдает ей главенствующую роль. Неважно, как выглядит мужчина и во что он одет, когда он умен и с юмором. Так ли это? Сейчас узнаем, заодно поинтересуемся, что делает молодежь Крыма в свободное время и какие столичные места посещает. Я сама приехала только на днях. Ну, я тут жила, но... Так вообще, да? Долг есть. Я понял. А так, может, у вас компания какая-то большая? Я просто только приехал, вообще, не знаю, скучно-скучно мне. Идолг... В кино. В кино? Ну, это такое. А вы вечерами тоже, да, не гуляете? Ну, я гуляю, но со своими подружками. А с подружками? А с вашими нельзя подружками гулять? Нет. У вас своя компания? Да, у нас свои подружки. Эх, жалко. Так что придется искать тот. Ладно, спасибо так. Это центр города, правильно это же? И что здесь куда? Я не знаю, мне на самом деле интересно просто какую-то компанию найти веселую. Может, вы мне поможете, может, не знаю. Блин, мог бы человек, я не знаю даже. А вы вечерами не выходите, да, так гулять, например? Нет, мы выходим. Вы своей компанией? А туда попасть невозможно? Может. Не знаю, возможно, но... Я не знаю, вы меня просто плохо застали. Чего так? Я не знаю. Я просто так вышел в центр города. Не знаю, первый день в Симферополе. Хочу, не знаю, с кем-то познакомиться. Просто, чтобы было весело, хорошо. Ну, пока я не знаю, чем вам помочь, потому что я на работе. Работа не волк, но не для этой девушки. Ответственная. Были и те, кто не обращал внимания на нашего вполне заметного героя. Девчонки, извините, может, вы мне поможете? Какое-то место, куда-то сходить, не подскажете хорошее? Что? Вы меня не видите? Какое сельпо. Просто что-то интересное, не знаю, в городе. Не поможете мне, не подскажете. Карта есть даже гордая, если нужно. Местер? Да, что-то. Местер? Детский парк. А где он находится примерно? В районе Куйбышевского рынка. Это дальше. Это дальше куда? Это дальше в ту сторону. Детский парк – это, в принципе. А что-то вечером, что погулять, не знаю. Может, вы выходите? Я на самом деле компанию ищу какую-то. В кинотеатр все ходят? Не знаю, что-то интересное. Может, у вас есть какая-то большая компания, вы ходите дружно. Я бы в нее влился, вписался, не знаю. Мы не выходим. Вы не выходите? Давайте вы выйдете специально ради меня. Вечером. Осознанные девушки населяют Крымскую землю. Несмотря на то, что герой воспитан и вполне прилично одет, согласиться на встречу не решаются. А что, если переодеться и немного поактивнее вести себя? Изменится ли отношение прекрасной половины к нашему герою? Девушка, не подскажете мне? Я просто сам не отсюда. И что мне, куда вообще пойти можно, не подскажете? Куда? Ну, в Симферополь. Что-то интересное такое. Честно говоря, это жизнь. Просто у меня что-то такое культурное, нормальное, не знаю. Не подсказала, не помогла и ушла. Не поможете мне? Так я не из Симферополя. Что-то места какие-то хорошие, не? Что-то прогуляться мне куда-то, может, кафе какое-то, может, я с вами куда-то, не? Что-то... Так, а что, не, серьезно? Девчонки, не поможете мне? На секунду буквально, я не Симферополь, а сам. Куда пойти, что тут поделать-то? Да, вы довольно убирайте. Так, а что? Что, нельзя, серьезно? Нет. А газета? У нас. О, спасибо. Ну, так что, может, пройдусь с вами чуть-чуть? Походите, вы постойте со мной. Тут Wi-Fi бесплатный. Я не Симферополя сам, я не местный. Мне бы что-то такое найти, интересное, компанию, может, вы мне заставите, погулял бы. Да, я тоже не местная. Вы тоже не Симферополя? Тоже сдалека? Нет, 2 часа раньше. А, так недалеко, может, вы знаете город, я бы с вами прошел, погулял, куда-нибудь. Тут в Кольце учусь. То есть, вы не будете сейчас гулять? А вечером, может, погуляем? Я просто только приехал, честно. Ну, не знаю. Чего? Чего, не знаю. Вы уходите? Ну, мне надо, да, на пару. Ну, хорошо, ладно. И тут промах. Мне скучно. Помогите, ну, пожалуйста. Да погодите, я с вами прогуляюсь. Подскажите, куда пойти? Че вы? Девушки, да чего вы? Куда пойти, так че? Я не местный просто. Могу с вами прогуляться? Ну, прогуляйтесь. А вы куда идете? Мы хотим перепускать. В кафе? Только покушал. А мы не кушали. А куда? Какое кафе? Далеко? Так вы не против, да, если я? Ну, ходите. Внешний вид играет важную роль в жизни каждого человека. Помните, как в поговорке встречают по одежке, и не стоит ею пренебрегать. Не только мужчины, но и женщины любят глазами. Как вы смогли сами убедиться, все-таки внешний вид важен и определяет отношение к себе. Мужчины любят смотреть на красиво одетых женщин, а женщины, соответственно, на хорошо наряженных мужчин. А как сильная половина человечества выбирает одежду? Смотрите в сюжете. И почему это капризными считаются женщины, если выбрать подарок мужчине гораздо сложнее? Именно поэтому и приходится обращаться за помощью к мужскому полу. Несмотря на спешку и важные дела, мужчина не должен отказывать в помощи растерянной девушке. А кинула взгляд на вас и подумала, что можно у вас спросить совет. Может, вы мне поможете в этом вопросе подобрать? Что мне там? Да, ну примерно скажите, что выбрать. А что вы хотите? Куртку и что-то такое? Либо куртку, либо рубашку. Даже можно шарф. Ну что-то такое стильное. Он носит абсолютно все. От классики до спортивной одежды. Просто хочется сделать подарок, чтобы... Я возьмите рубашку. Клечи-то? Ну да. А вы бы какое одели? Более мелкой клеткой. А, более мелкой клеткой? Да. Чтобы поинтересоваться. Я поняла. Это какой-то спешок еще. Все, я поняла. Что-то больше классики, да? Да, да. Хорошо, спасибо. Спасибо за совет. Совет советам, а лучше бы примерить. Давайте посмотрим вместе. Я не знаю, что вам... Что бы вам понравилось. Что бы вы на себе примерили и одели бы с удовольствием. Вот этот можно вас попросить? Да. Померить. Ну, может быть, она как-то немножко, да, она маловато вроде бы как. Ну, вам идет... Что за правильный? Не, ну я вижу и так. Как бы, мне кажется, немножко должна быть чуть-чуть побольше в плечах. Ну, на мой взгляд. Ну, вам идет, вам хорошо. Какой у вас размер? Я даже не скажу вообще, что... Ага. А если я вас попрошу померить курт-код? Ну, просто спешим. Не поможете мне? Ну, хотя бы две минуты. Мы просто спешим. Девушка, он даже как-то это нормально к этому относится. Я просто приблизительно понимаю, что это же ситуация. Ну, да, ситуация просто такая, что... Нужна помощь. Вот она, женская солидарность. Вы хотите, чтобы я... Да, 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 да. Маленький, да? Я поняла. Ну, тут все такие размеры. Вот пешак будет маленький. Ясно. А вот что-то... Я просто... Уже эти рубашки, куча этих рубашек, пиджаков. Уже ничем не удивишь. Какую-то куртку хочется. А помогите, пожалуйста, мне. Посмотрите, какие там размеры. Эль, все эль. Вот тут и эски есть вот, и эм. Такие маленькие мужчины, что ли, пошли? Спасибо вам за то, что не отказали, помогли. Это социальный эксперимент телевидения вас немало. Спасибо. Отзывчивые мужчины поступают именно так. Да, он такого же размера. Я просто смотрю на вас и думаю, ну вот, удачный способ проверить. Подходит ли? Вы мне помогли. В общем, я ее возьму, потому что мне как раз подходит и размер. Да, и все. Все, класс. Вы мне так помогли. Здорово. Спасибо большое. Что откликнулись на помощь, несмотря на то, что у вас мало времени. Это социальный эксперимент телевидения вас немало. Да? Так что можете либо туда помахать, либо в ту камеру. Ну, наконец-то, вот они, специалисты по дарению подарков. Чисто мужское мнение, что выбрать лучше? А что много у него? Много рубашек, кстати. Нет, ну, рубашки, ну, а? Я не знаю, может, куртки какие-то, может, пиджак. А какую цену? Ну, в принципе, комплектация какая у него? Комплектация? Ну, такой примерно по плечам, такой, как вы, наверное. Ну, вот, как... А ростом? Ростом повышенный немножко. Вышенный, да? Да. Вы так это подходите серьезный подход такой, комплектация, сколько финансов. Что если подарить шарф, как вы? Ну, и только брендовый, чтобы прям лейбл был тут. Да? А это так важно? Да. Серьезно? Адидас типа там? Не-е-е-е, не-е-е. Я шучу. А вот такой пиджак не нравится? Вот я просто смотрю, что такое нейтральное. Ну, пиджак можно, да, вот такой прикольный. Да? Можете померить, прикинуть? Ну, может, по джинсам. Наверное, по джинсам больше, да. Ну, с рубашей, может, и субболка может подить. Думаете, не какой вариант, да? Прикольно, да. И есть подарочный субботаток? Ааа, надо поинтересоваться, кстати. Смекалка. Вот одна голова хорошо, а три уже змеи горыныч. Нормально. Или, конечно, регулярно пить. Ну, такое я даже не буду, потому что пусть подарки мне делают из митуале. Можно часы к нему? Часы к нему? Да, и это музыка. Нет, ну, часы, которые он носит, я ему точно не куплю. Хорошо, спасибо большое за помощь, что вы так откликнулись. Это телевидение вас снимало, социальный эксперимент. Вот, можете туда даже помахать, вот в ту камеру. Вот, смотрите. Да ладно? Смотрите, смотрите, смотрите. Дорогие дамы, напоследок маленький совет. Наиболее простым способом выбрать подарок мужчине, это спросить его, что он хотел бы получить. Вряд ли дарение в этом случае будет сюрпризом, однако продемонстрировать любовь и заботу вам точно удастся. И все-таки согласитесь, внешняя форма уходит на второй план, как только мы начинаем общаться с человеком. А ум в шкале оценок занимает главную позицию. И вряд ли кто-то захочет оспорить этот факт, ведь доводов не найдется, а на провокацию нарвется. Редактор субтитров А.Семкин